Борьба с муравьями на садовом участке народными средствами Огородники издавна ведут борьбу с муравьями, которые раздражают и доставляют неприятности на приусадебном участке дома. Давным-давно люди не пользовались химикатами, а сражались с вредными насекомыми народными средствами. Этими эффективными рецептами садоводы пользуются по сегодняшний день, чтобы избавиться от непрошенных гостей. Садовые муравьи пользуют вред. Черный садовый муравей по-другому называют его черной лазей, принадлежит к роду лазиус, водится в различных странах. Черный лазиус обитает в центральной полосе России, порой встречается в оселках и домах. Для черного садового муравья типична черная расцветка или темно-коричневый окрас. На тельце можно обнаружить многочисленные микроскопические волоски. Размер тела колеблется в диапазоне 3-11 мм, обуславливается классовой принадлежностью и полом. Крупными габаритами отличаются матки, которые достигают 7-11 мм. Их называют большими черными муравьями. Продолжительность жизни маток составляет примерно 28 лет, самцов менее одного года. Отличительная черта матки – регулярный приплод. В муравейнике, как правило, одна матка. Место обитания черных муравьев – плодородная земля под камнями, слабые или больные деревья. Оптимально нравится черным муравьям проживать на дачных грядках. Муравьи питаются медвяной падью, что выделяет ля, а также небольшими беспозвоночными. Черные муравьи лесные и садовые муравьи приносят пользу саду и спасают от многих вредных насекомых. Членистоногие предохраняет насаждение от гусениц, слизней, личинок, мух, клещей. Установлено, что обитатели муравейника в саду ежедневно уничтожают около 2000 мелких паразитов, а лесные черные муравьи собирают примерно 17 тысяч вредителей, защищая лесную территорию в ноль. 2 гектара. Рябчики, тетерева, певча, птички, медведи, барсуки, лисы охотно питаются муравьями. Пернатые купаются в муравейнике, запуская насекомых под крылышки, а затем избавляются, раздавливают орерья. Муравьи способствуют улучшению структуры, грунта повышает плодородие. Многочисленность ходов отражается положительно на рыхлости почвы, дыхании корневой системы растений. К тому же муравьи распространяют семена культур. Внимание! Примерно 3000 видов культур 1% произрастают, благодаря муравьям. К их числу относится и душистая фиалка. Вдобавок муравьи – ценное сырье для лекарственных препаратов, которые применяются в терапии ревматического и атрофического артрита. Бессонница, гепатита, головокружение у пожилых людей, невроза. Таким образом, польза от присутствия муравьев на грядках сводится к уничтожению огородных вредителей, фертильности земли, корму для птиц и лесных животных, медпрепаратам. Если завелись черные муравьи в саду, это говорит о здоровой земле, прогретом верхнем слой почвы, влажности нижних пластов, аэрации. Поселение муравьев на даче угрожает участку повышением кислотности почвогрунта. Отрицательно сказывается на жизнедеятельности культур. Почвогрунта угнетением развития растений. Быстрое разрастание муравейников приводит к росту проблем. Поеданием овощей, ягод, корнеплодов, в которой содержат сахара в достаточном количестве клубники, земляники, моркови и малины, тыквы и крыжовника. Повреждением бутонов цветов. При сборе нектара насекомые грызут лепестки и чашелистики для интенсивного выделения сока. В итоге, нераспустившиеся бутоны или неприглядные цветки. Распространение сорняков. Одно муравьиное семейство поедает за сезон около 10 тысяч семян. Уничтожением рассады. Муравьи подгрызают корешки и листву. Превращением дупла деревца или пневтруху. Переносом тлина растения. Наносят непоправимый вред. Порчи эстетичного вида цветников. Клумб альпийских горок газонов. Активная деятельность муравьев уничтожает все старания садоводов по благоустройству дачи. Проникновение муравьев в дома и повреждение пищевых продуктов. Правила эффективной борьбы с муравьями. Муравьи селятся на участки, если почва слабо обрабатывается. Чтобы успешно противостоять насекомым, им требуется систематически рыхлить грунт. Процедура не позволит укрепить муравьи на жилище. Муравьи селятся на участки, спасет корневую систему и уберет муравьев. Обработка дерева приствольного круга известью. Почву около культуры посыпают золой или питьевой содой. Средства подсушивают землю и помогают в борьбе. При обнаружении гнезда его разрушают. В пору перекопка как гнезда, так и близлежащей территории. Вскопанный грунт поливают раствором извести и посыпают зольным слоем. Далее почвогрунт, который заселили паразиты, опять перекапывают. Внимательно очлеживают перемещение насекомых, которые способны найти новое жилище рядом. Огородники избавятся от муравьев на долгое время, если удастся ликвидировать матку, муравьиную царицу. Недостаток пищи в саду также заставит насекомых покинуть территорию. Постоянное уничтожение тли ликвидирует муравьям поддержку существования. На заметку, чрезмерное увлечение муравьиной охоты угрожает их полным осизновением, но иные вредные насекомые придут на смену, к примеру, гусеницы. Процесс избавления от муравьев не отличается легкостью. Это объясняется многоэтажностью муравейника, нахождением на поверхности рабочих муравьев, а мотки – глубоко под землей. Когда избавляются от насекомых работяг, результативности не добиваются, быстро приходит замена. Химпрепараты достичь результата поможет вещество, что доставят рабочие особи в гнездо для прокорма личинок и мотки. Применяются для борьбы современные химикаты, что не накапливаются в грунте и насаждениях и не вредны для человека при большой дозировке. Многие овощеводы обрабатывают грунт диазиноном при перекапывании. Инсектицид отличается эффективностью для многих вредителей. Муравьев и тлювы ведут инсектициды, что используются для обработки культур. Зубр, муравьед, аллатар, аллатар, мурацид, би-58, делиша, великий воин. Популярны и востребованы у овощеводов химические средства, что изготовлены с применением безвредных для человека токсинов, фаз, дублей, брос, штурма, глобол. Вредители погибают в течение нескольких часов после обрабатывания. Огородники практикуют пест-риджект. Отпугиватель действует на основе магнитно-электрических волны и ультразвуковых импульсов. Отличительные особенности – безопасность, экологичность, в 100% продуктивность в борьбе с муравьями и клопами, блохами и тараканами. Большинство химических препаратов против вредных насекомых токсичны. Представляет угрозу для аллергиков, беременных, стариков, домашних животных. Химпрепараты от муравьев. Однако опытные дачники рекомендуют именно химпрепараты от муравьев в огороде вместе с народными средствами. Популярные народные средства от муравьев. Народные средства широко применяются на приусадебном участке в сражении с садовыми муравьями. В каждом доме можно найти доступное средство. Насекомые любят сладкое. Уместно размещение на грядках манков для паразитов емкости с джимом или сахаром, медом, куда будут заползать насекомые. Придется только вовремя их убирать. Пищевая сода действует наподобие яда. В пору густая посыпка муравейника. Паразиты быстро оставят непригодное место. Для ускорения операции соду перемешивают с сахарным песком в равном соотношении и посыпают муравейник. Еще одним способом использования соды является водный раствор на 1,5 литра в бутылку добавляют 2 стакана. Лист смеси взбалтывают и поливают гнездо. Сверху прикрывают полиэтиленовой пленкой для прекращения поступления кислорода. Пищевая сода действенными народными методами считается полив муравейника крутым вором, тепловатой известью, а также мочой домашних животных. Отдельные пищевые продукты относятся к экстренной помощи в поединке с муравьями. Кукурузную муку, маную и пшеную крупу муравьи поедают сами и доставляют в рассадник. При попадании в желудок происходит разбухание крупы. Неспособность к перевариванию продукта приводит к смерти паразитов. Размеры муравейника влияют на расход пшенной манки 2-3 килограмма. Для ускорения процесса перемешивают сахарный песок в рапорции 1, 3 или 4. Дрожжи. Обладают схожим воздействием. Обсыпка сухим продуктом муравейника делает ядовитыми запасы пищи. Уничтожает рабочих особей и матку. Готовят также шарики из свежих дрожжей, которые смешивают с теплой жидкостью, добавляя повидло, мед, сахарную пудру. Снадобье раскладывают возле муравейника. Нашаты. Незаменим в борьбе с вредными насекомыми. Требуется при ликвидации гнезда. Чтобы удалить насекомых понадобится глубокая копка почвогрунта. Нашатырным спиртом поливаю землю, одна часть препарата на 100 частей жидкости. Прибавляют известь либо древесную золу. Смесь подкормка для деревьев, для насекомых, отрава. Нашатыреский запах. Едкие ароматы избавляют от пришельцев на продолжительный период. Муравьи не реносят смрада, селедки, амбри, корицы и растительного масла. Карболовая кислота. Обработка овчины карболкой удаляет паразитов. Мех нарезают полосами, пропитывают кислотой и обматывают деревца в 20 см над грунтом. Ядовитый запах придется не по вкусу муравьям. Сажа. Перемешивают средства с древесной золой. Место обитания вредителей покрывают составом. После усиленно поливают соленым раствором. Насекомые оставят огород на пару лет. Уксус. Неразведенное средство угрожает всем насекомым. Для раствора применяют уксус 9% и масло растительное в рапорции 1.1. Старательно мешают компоненты и заливают гнездо. В течение трех дней таким образом справляются с вредителями. Сода и уксус. Смесью борются с вредителями. В гнезде проделывают отверстие, куда засыпают соду. Затем льют уксус. По окончании процесса кипения муравейник засыпают почвой. Сода и уксус керосин. Резкий аромат отпугивает и раздражает паразитов, заставляет искать новое жилье. Смоченную в керосине ветошь помещают в местах концентрации насекомых или поливают гнездо. Борная кислота. Провоцирует паралич насекомых, проникая в организм и приводит к смертельному исходу. Рецепт препарата содержит пакетик борной кислоты, сваренный яичный желток, 1 чайная ложка меда и сахара. Из смешанных ингредиентов готовят шарики, которые кладут на муравьиных трубках. Отведав токсичное лакомство, муравьи гибнут понемногу за 2 недели. Растения. Взращивание на огороде чеснока и горчицы пижмы – надежный способ, чтобы муравьи покинули участок. Натирают также ствол дерева чесночными стрелками. Мыло. Безопасный метод. Мыльная пена, обволакивая муравья, перекрывает доступ кислорода, вызывает смерть. Потребуется на 10-литровое ведро жидкости и 100 мл жидкого мыла. Применение железного купороса. Побелка штамба деревьев предохранит от ли и муравьев. Важно. Все процедуры проводят в вечернее время при нахождении паразитов в муравейнике. Меры профилактики. Не допустить черных или рыжих вредителей на участок или снизить их популяцию помогут профилактические меры. Полезно не забывать о перекопке грядок осенью, весной, рыхлении и летом. Ежегодно в начале весеннего сезона химикатами проводят обработку штампов деревьев. Культивирование растений, валерианы, мяты, мелисы – гуманный метод отпугивания вредителей. Борьба с муравьями на садовом участке народными средствами позволит собрать хороший урожай и защитить от паразитов. Какой способ выбрать, зависит лично от садовода.